И так, ребят, всем привет! Сегодня у меня очень интересный будет видеосюжет тем, что у меня произошел небольшой то ли баг, то ли что, непонятно. В общем, позвонили мне с Москвы мой спонсор и сказал, Александр, что у вас случилось с каналом? Почему у вас пропали подписчики? И когда я зашел на свой YouTube канал, я вам, конечно же, это все сейчас покажу, у меня действительно куда-то пропало 10 тысяч подписчиков. Сумма для меня, в принципе, это хорошая, очень реальная, потому что я подписал, пособирал этих подписчиков очень долго, в течение целого года. И потерять таким вот образом мне не хотелось, потому что я уверен на все 100%, что у меня подписчики не накрученные, я никаких ботов не нанимал и все прочее. Все подписчики настоящие, все реальные. Потому что YouTube может, в принципе, так делать, прослеживать, если канал у вас раскручивается, и если вы занимались каким-то хайпом, то есть какие-то у вас были боты, какие-то левые подписчики куплены, YouTube может это проследить, и в течение, я не знаю, полугода, года у вас действительно могут списать. Но в данном случае у меня произошло нереально. Я никогда обманом не занимался, и все у меня по-настоящему. В общем, сейчас я вам все наглядно покажу. Итак, ребята, проблема у меня вот какая. Зашел я на свой YouTube-канал, позвонил мне спонсор с Москвы и сказал, Александр, что у вас случилось, почему у вас подписчики пропали. Было там 13-14 тысяч, 10 тысяч подписчиков, как фиг знает кем сдуло. Вы случайно раньше не занимались накруткой подписчиков? На что я ответил, ни в коем случае я все делал сам. Представляете? Смотрите, как в число 12-08. Это что такое? Что произошло? Непонятно. И сейчас я вам подробно покажу и расскажу, как решать в данном случае такие проблемы. Заходим к себе на канал. Настройки видеоканала. И листаем вниз, до конца. И видим, отправить отзывы. Мы сюда заходим. Появилось у нас вот такой вот шаблончик. И в этом шаблоне нужно записать свою проблему. И этой проблемой нужно поделиться. Для этого мы пишем. Так как у нас проблема с подписчиками, так и пишем. Проблема с потерей подписчиков. Написали. Также здесь можно установить и скриншот, информацию. Если вам это нужно, то можете это сделать. Сделать это как делать. Нажимаем на кнопочку. И выделяем вам нужный фрагмент. Вот. Я вот, например, для примера возьму вот этот фрагмент. Выделил. И готово. Данный фрагмент, проблема, она, как вы видите, отразилась. И после этого мы только отправляем. Отправить. Но есть еще одна проблема, которую я вам сейчас расскажу. Не каждый может отправить отзыв. Не каждый сможет. Но все, слава богу, все обошлось. Все нормально. Подписчики у меня вернулись. Теперь 13 900. Теперь все-все good. Чтобы не было вздумок, что я якобы это все подстроил. А как вы видите, число 27 11. Ну и все. Можно выдохнуть с чистым сердцем. С чистой душой идти на покой. Чуть сердце не встало. Итак, как вы видели, ребята, все произошло как-то непонятно. Я вам заодно показал, как решать эти проблемы. Вот. Слава богу, у меня все обошлось. Все восстановилось. И подписчики мои вернулись. Но хочу вас, ребят, попросить и даже сказать вам то, что не каждый отзыв может пройти. Потому что YouTube установил ограничение пользователей, что эти отзывы могут писать не все. Начинающим это, конечно, невозможно. Но если же ваш YouTube канал набирает, например, 75 тысяч часов просмотров за 3 месяца, то вам это возможно. Ну, вы это все можете увидеть у себя в аналитике. Если у вас, например, 4,5 миллионов просмотров минут за 90 дней, то ваш отзыв, ваша просьба, проблема до YouTube дойдет. Но вот такие вот у них правила. Вот такие вот ограничения устроил YouTube. Ну, вот такое вот маленькое, коротенькое видео. Это, может быть, кому-то и поможет. Так что, если вам помогло это, поставьте пальчик вверху. Так что, все. Успехов вам, начинающие блогеры. Побольше хороших видеосъемок. Так что, все. В частности, комрады, вам удачи. Зима длинная. Будем чистить монеты скоро. Так что, смотрим и ждем. Субтитры сделал DimaTorzok